Всем привет! Меня зовут Алена и вы на канале Караколь Стич. Сегодня я хочу вам немножечко рассказать такое предусловие перед видео Парамачу-Пикчу. Очень тяжелая дорога была у нас от Куско до Мачу-Пикчу, часа 4 мы были в пути, но мы все-таки доехали до этого легендарного места. Это место удостоено звания нового Чуда Света. И вы знаете, что Перу, наверное, ну многие знают, что Перу считается самой загадочной страной Южной Америки. Сейчас вот вы видите кадры как раз из городка у подножия Мачу-Пикчу. Мачу-Пикчу называют городом в небесах, городом среди облаков, затерянным городом инков. В чем же такая его уникальность, спросите вы. Есть много легенд про существование этого города. Но по одной из легенд говорится, что этот город был основан одним из правителей инков Пачи-Кутеку. Пачи, вы знаете, что это земля. И сам Мачу-Пикчу, сам город, он не такой большой, всего где-то 200 строений, которые... Ну что тут из этих 200 строений? Храмы, склады, дома. И все это построено из камней, без каких-либо растворов. Эти камни подогнаны друг к другу, неизвестно каким образом, что там лезвие не пройдет. Все эти строения сейсмоустойчивые, не страшны им ни землетрясения, никакие такие вещи. Сам этот город просуществовал всего 100 лет, до тех пор, пока испанцы его не обнаружили и не уничтожили всех инков. В одном из своих видео я уже рассказывала, что их инков истребили испанцы. Но их было не так легко истребить, потому что инки считались это как полубоги. Рост у них был больше 2 метров по 3 метра. Представляете, то есть их было очень тяжело истребить, но их все-таки истребили. Хотя по другой легенде говорится, что инки ушли и больше никогда не возвращались. И спустя 400-500 лет, где-то в 1911 году, был обнаружен Мачу-Пикчу. И все думали, что в принципе это легенда, и что такого города не существует. Итак, Мачу-Пикчу. Мачу-Пикчу – это город удивительных историй и неразгаданных тайн до сих пор. Из Куску до Мачу-Пикчу можно дойти и пешком по проложенной инками тропе. И есть такие, кстати, туры. Тур этот занимает 3 дня. И когда мы ехали на поезде, я видела группу туристов, которые шли. Но это, конечно, жесть. Идти по узенькой тропинке – это же не дорога, это тропинка в горах. Внизу вы видели, какая бурная река. Но вообще-то это, конечно, жесть идти столько. А сам вид города, конечно, меня заворожил. Я снимала со всех сторон тысячи одну фото и никак не могла насладиться этой красотой. И, конечно, ни одни фотографии не передают эту красоту. Единственное, что удручает, это то, что толпы туристов. 2-3 тысячи туристов в день там проходят. Мы брали тур индивидуальный, потому что в группе, конечно, я бы не смогла посмотреть то, что я хотела посмотреть. А вообще, я вам порекомендую, что посещение таких мест должно быть для вас как праздник. Нельзя быстренько приехать, пофоткаться, сделать селфи и все. Надо планировать и осуществить свою мечту. Я теперь другими глазами взглянула на всю эту красоту и хочу вернуться туда. И желаю вам того же. Планируйте и мечтайте. И вы же знаете, что мечты сбываются. А сейчас я хочу вам показать небольшое видео. Я пыталась как-то синхронно переводить, но у меня, к сожалению, ничего с синхронным переводом не получилось. Поэтому просто наслаждайтесь видами. Смотрите, какая красота. Как это все впечатляет. Какое это шикарное место. И всем приятного просмотра. Пишите комментарии и отзывы. Мне будет очень приятно. Ну что, поехали. Ребята, и так мы приехали в Мачу-Пичу. Еще не дошли, конечно, не доехали, но мы спустились в город. И здесь сейчас нам надо будет уже 4 часа на пути. И сейчас нам надо будет все на автобусе спускаться. Не дождь, плакая погода, но ничего, как есть. Вот такой городочек небольшой. Аглокальенко называется. Горячая вода. Не знаю, что вот это за какой-то монумент, памятник. С пинком, скорее всего. Мачу-Пичу. Мачу-Пичу. Смотрите, какие горы. В общем, вот такая красота. Река. Горы до неба. Мы сейчас вышли на Плазу Virgin de Carmen. Церквушка. Местная. Добро пожаловать в Мачу-Пичу. Красиво. Ну вот на этой Плазе тут ресторанчики небольшие. Кстати, вот это флакуско. Еще раз расскажу про него. Ой, извините. Смотрите, какие красивые ресторанчики. Какой типо китайский. Ну, люди сидят, хоть погода и плохая, но все равно. Сидят, кушают, наслажаются. Здесь всегда после обеда уже будет нормально, сказали. А сейчас он облака, на горы опускается. Мы не можем подняться на Мачу-Пичу, потому что не будет ничего там видно. Все будет в тумане. Поэтому придется немножко погулять нам по часикам, пока разойдется все. Открыточки разные. Вот такие тут всякие ресторанчики. И здесь продают куй. Куй 12 соли стоит. Это такой хомячок национальный. В общем, кушают они крыски, хомячки. Но я такое не люблю. И мне жалко этих. То это типа не то, что хомячок, это скорее морская осьвинка больше похожа. Ну вот, мы сейчас пойдем к автобусу и поедем наверх. Горная река смотрится. Все сниму очередные. Так и так мы поднялись на Мачу-Пичу. Мачу-Пикчу. И сейчас вот будем... Дойдем до затерянного города. Вандах. Ну вот, смотрите. Всего 17% в Мачу-Пикчу реставрированы вот эти стены. Больше не разрешают. То самое, самое, что было опасно, это реставрировали. Остальное все остается так, как есть. В 1911 году, когда он приехал сюда, и сказал, что он его обнаружил, что у них были кампесины. Полоката здесь. Какой год это будет? 13. Да. Какая красивая. Очень красивая. Очень красивая. Очень красивая. Отсюда по этим вот террасам вода спускается. Ну вот, наконец-то мы добрались до города затерянного Ванда, города Инкл. Красиво. Жалко, что дождь идет. Семья, моя esposa не является Телли Савал. Я хотел бы сделать Кунти Сулю. На спальне, Кунти Сулю, вспомнил. Где находится в Уайнапичо, это Кунти Сулю. В Норке. Ничего вам не говорю, просто показываю красоту. Вот эти горы, это как бы контур в полете. Вот крылья справа, слева, и по центру вот эта марика, это как бы голова. То есть это Кунти. Вот с правой стороны вот эти, где люди сажали, сажали культуру, агрикультуру. А там, вот в этой стороне они все индустриально, да, то есть они делали керамику, они делали одежду, оружие и так далее. Ну, то есть тут уже жили и работали, а с правой стороны здесь высаживали на вот этих вот склонах высаживали папа, сартошку. Вот эта вот дверь, это был вход в город. Вот это, это вход в город, инка. Спустились уже в город. Очень красиво, впечатляет, я вам могу честно сказать. Ничего многого вам не рассказывают, потому что просто любуемся красотой. Вот здесь сажали овощи, фрукты. На этих террасах, потому что вода стекала сверху и овощи очень хороши. Действительно, эта пера была чапана, как у моря, альфа, не понимаешь? Так вы видите, что вага, как ухудрена, как ухудрена. Это вот из этого, вот из этих камней, конструировали весьма тюпичок, там и цемент, и кварц, и все из этих камней. Так же там бронза, кварц он очень сильный, и бронза тоже. Оттуда мы спустились. Сейчас спускаемся вниз. Красота. Это вот река внизу. Видите, какая цемент она течет. Красота. Вот такой заброшенный, вернее, не заброшенный, а затерянный город Инков. В Антах. Вот эти камни такие прямые, ну, правильной формы, будем так говорить, да? Это, ну, как бы молебна, куда Инки приходили и молились. Как у нас церковь, вот здесь, вот они молились. Это их молебна. Именно вот с этими большими камнями, не с маленькими, конечно. Вот эти окошечки, это окна 12 идолов, и вот на этом, на этом камне, вот если вы видите, ну, видно, наверное, кровь. Здесь вот в жертву приносили этих, ну, как, лам, яма, лама, да? Изолим, сердце, ну, в общем, бедные животные. Ну, вот эти вот три окна, вот это вот одно, второе, третье, это пума, символ пума, кондор, и серпент, это змея. Девочки, смотрите, ламы. Вот здесь 21 лама живет. 21, почему? Потому что солнце проходило, там есть одна такая, как часы солнечные, и вот только 21 числа солнце попадало в это окошко. И, как бы, с 21, 21 связано все здесь, да, то есть, и поэтому лама тоже 21 живет здесь. Девочки, смотрите, делают чики-пики прямо здесь. Пикачо, вот это вот такой, пикачо, это такой маленький зверек. Пикачо, мера, 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 мера. Пикачо, это, этих уже зверьков не кушают. Эти вот, видите, тут чики-брики. Пикачо, мера, 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 мера. Каким образом тут с помощью гравитации, как вот нам этот гид рассказывал, они так уложены, что они как амортизаторы для ног, когда люди ходят. То есть, как амортизаторы. То есть, они не устают, очень легко ходить, очень мягко, хоть это и камни. Вот так, представляете? Это как-то гравитация связана. Я не совсем, конечно, понимаю, потому что для меня немножко тяжеловато понять, а потом еще почитаю. Оттуда домой пришли. Очень красиво. Вот эти камни такого темного цвета, это не от старости или от чего-то, а конкретно здесь добывали огонь, поэтому они черные. Надеюсь, что вам такая небольшая экскурсия, даже без каких-то особых разговоров понравится. Потому что я просто в восторге, я даже не хочу ничего говорить. Просто можно смотреть и наслаждаться красотой. И облака прямо спускаются сюда на эти камни, на этот город. Такая красота. Но это не руины. Ребята, я могу вам сказать, что если кто-то когда-нибудь захочет поехать, сделать здесь тур на Мачу-Пикчу, оставайтесь здесь на дня 2-3. Потому что и в самом городе, в Пуэбло, в деревеньке Мачу-Пикчу очень интересно. И здесь конкретно тоже замечательно. Вот о том, о чем я говорила, что по горам. Пакчас. Пакчас. Это называется Пакчас. Пакчас. Пуэнтис. В общем, рекомендую вам посещать как минимум 2 дня на Мачу-Пикчу. Одного дня очень мало. Галопом по Европе называется. Смотрите, какие горы, какая красота. Просто неимоверно. ОСМА-ПОЕБНАЯ МУЗЫКА ОСМА-ПОЕБНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...